Привет, друзья! Вы на канале Порошок Столу и мы продолжаем серию праздничных рецептов. А сегодня буду готовить простые и вкусные закуски с селёдкой и покажу вам три классных рецепта. Рецепт первый. Картофель нарезаю кружочками или, как сегодня говорят, слайсами толщиной 5-7 мм. Добавляю масло, немного соли и чёрного перца и розмарин. И всё хорошо перемешиваю. Картофель выкладываю на противень, застеленный пергаментом, и буду запекать в духовке при температуре 200 градусов минут 15-20. Картошечка готова, получилась румяная и ароматная. Такую можно подавать не только на закуски, а ещё и на гарнир. Пока картофель остывает, я замариную лук. К мелко порезанному луку добавляю соль, сахар, уксус. Заливаю кипятком и оставляю минут на 10. Теперь на мелкой тёрке натираю варёную свёклу и яйцо, а селёдку буду нарезать ножом, как можно мельче. Теперь соединяю все продукты. Свёкла, яйца, селёдка, маринованный лук. Добавляю свежий укропчик и ложку майонеза. И всё перемешиваю. И этот вкусный салатик выкладываю на запечённый картофель. Украшаю веточкой укропа. Закуска готова и можно выкладывать на блюдо. Получилось не только вкусно, но и оригинально. Переходим ко второму рецепту. Мелко нарезаю укроп и оставлю его немного подсохнуть. На мелкой тёрке натираю заранее отваренное яйцо и картофель. Лук нарезаю мелким кубиком и селёдку надо порезать тоже как можно мельче. Теперь добавляю пару столовых ложек мягкого плавленого сырочка, немного чёрного перца по вкусу и всё хорошо перемешиваю. Получилась нежная и вкусная масса. Можно ей наполнить песочные корзиночки, но у меня идея поинтересней. Делаю небольшие шарики и обваливаю их в подсушенном укропе. Выкладываю на блюдо и эффектная закуска готова. Выглядит потрясающе и очень вкусно. А мы переходим к третьему рецепту от эстонских шефов. Маленькими кубиками надо порезать селёдку, яйца и лучок. Можно белый или красный, кому как нравится. И, конечно, немного укропа. А теперь добавляю икру селёдки. Можно мойвы, трески или ментая, подходит любая. Заправляю сметаной и, конечно, хорошо перемешиваю. По традиции в Эстонии такую закуску подают на кусочки ржаного хлеба и украшают укропом. Друзья, вот и готовы три эффектные закуски с селёдкой. На приготовление каждой потребуется несколько минут, а получается очень вкусно и красиво. Спасибо, что смотрели нас. Подписывайтесь на наш канал. Прошу к столу и приятного вам аппетита!